В этом видеоролике я расскажу о двух упражнениях от головокружения, направленных на замещение вестибулоокулярного рефлекса, утраченного вследствие вестибулярного заболевания. Эти упражнения помогают восстановить утерянные функции за счет других способностей мозга. Меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач-невролог и основная сфера моих научных и практических интересов направлена на диагностику и лечение головокружения. Нередко при вестибулярных заболеваниях у нас теряется такой навык, как вестибулокулярный рефлекс, способность фиксировать свой узор и одновременно двигать головой. Это проявляется, собственно, головокружением, это проявляется неуспеванием картинки вслед за вашим движением и, естественно, это требует лечения. При этом немаловажную, а порой первичную, по степени важности роль играет вестибулярная реабилитация, то есть комплекс мер, направленных на восстановление утраченных функций. Иногда полностью функцию восстановить невозможно, и тогда мы пытаемся ее заместить какими-либо другими способностями, какими-либо другими стратегиями. И, в частности, в этом нам помогают упражнения на замещение вестибулокулярного рефлекса. Упражнение требует некоторый инструментарий. Например, две пластиковых карты. На этих пластиковых картах у нас есть какие-либо надписи, которые мы должны хорошо различать. Мы ставим эти две карточки на расстоянии вытянутой руки и между собой расстояние 50-60 сантиметров. Упражнение выполняется следующим образом. Вначале мы переводим взгляд на какую-либо карточку. Мы на нее смотрим, фиксируем взор, после этого поворачиваем голову в ее направлении. Взгляд потом переводится на вторую карточку. Мы должны четко различать надпись и поворачиваем голову вслед за поворотом глаз. Переводим взгляд на одну карточку, поворачиваем голову. Переводим взгляд на другую карточку, поворачиваем голову. Тем самым мы замещаем вестиблокулярный рефлекс, то есть непрерывная фиксация взора с поворотами головы у нас замещается переключением перескоком глаз или так называемой сакадой и тем самым мы можем перемещать глаза интуитивно в ту сторону, куда будет поворачиваться голова. При утерянном вестиблокулярном рефлексе это не происходит, есть корректирующая сакада, но тем самым мы ее тренируем и у нас глаза будут перемещаться быстрее, четче и у нас не будет вот этого уплывания картинки, ощущения потерянности в пространстве, которое может развиваться при нарушенном вестиблокулярном рефлексе, который нарушается например при вестибулярном нейроните, при инсульте, при невриноме слухового нерва он тоже нарушается и тем самым мы улучшаем качество жизни и снижаем выраженность влияния головокружения на свою жизнь, на свою способность перемещаться в пространстве. Второе упражнение на замещение, оно выполняется немножечко по-другому. Мы берем ту же самую пластиковую карту, фиксируем на ней взор, закрываем глаза и перемещаем карточку, при этом пытаемся переместить глаза туда, куда перемещается карточка, потом открываем глаза. Если мы переместили глаза не до той степени, то есть не визуализировали перемещающуюся цель, не смогли спрогнозировать где она, то мы делаем, например мы вот не смогли перевести на нее полностью взгляд и остановились где-то на полпути. Мы делаем движение, чтобы увидеть надпись на этой карточке. Потом опять закрываем глаза, перемещаем карточку, открываем. Если не успели, не зафиксировали ее, то делаем быстрое движение глаз, так называемая сакада и фиксируем вновь надпись. То есть закрываем глаза, перемещаем карточку, открываем глаза, глаза в идеале должны сразу быть направлены на эту карточку. Если мы не видим карточку, не видим четко надпись, то мы совершаем вот такой вот перескок глазами. Это упражнение помогает нашему мозгу прогнозировать степень поворота головы с необходимостью переместить глаза на какой-то конкретный угол. И у нас не будет работать вестиблокулярный рефлекс, но будет работать привычка мозга перемещать взгляд, даже с закрытыми глазами, туда, куда перемещается голова. Тем самым мы не будем теряться в пространстве и тоже у нас будет замещаться вестиблокулярный рефлекс другими стратегиями. Естественно, все упражнения, включая эти, хоть они и безопасны, и явно не навредят, но не всегда нужны именно они. Не всегда нужна какая-то конкретная комбинация. Индивидуально могут упражнения также и усложняться. Пример усложнения этих двух упражнений, что мы увеличиваем скорость их выполнения. Мы начинаем выполнять их не сидя, а стоя. Не стоя на твердой поверхности, а стоя на мягкой поверхности. Возможно, вокруг обогащаем визуальную среду, то есть выполняем упражнения перед окном. Или выполняем упражнения на улице, выполняем количество раз упражнения за день больше, по времени дольше. Ориентируемся всегда на самочувствие. Ухудшение какое-то самочувствие, увеличение голубжений не должно длиться больше получаса после выполнения упражнений. Но, несмотря на всю безопасность и, в принципе, простоту выполнения упражнений, они могут вам быть просто бессмысленны. Возможно, вам нужно что-то другое. А с этим поможет разобраться лишь ваш лечий врач. Более подробно о головокружении, о его причинах, о других методах лечения я говорю в своем видеоблоге, в своих других видео. Также я говорю об этом подробно в своем видеогайде, который я подготовил с Кирой Владимировна и Вероченко. Ну и именно об этом я говорю в своих информационных курсах, которые также подготовил с Кирой Владимировна и Вероченко. Всю информацию вы можете найти по ссылкам в описании. Если информация была интересна и полезна для вас, то прошу вас подписаться на канал, поставить какую-нибудь оценку, написать комментарий. Всем же желаю всего доброго, здоровья вам и до новых встреч!